Уровень медицинской помощи практически во всех ЗАТО становится ниже, чем в других городах. И такая ситуация недопустима. Об этом говорили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации. Причем отдельно отметили, речь идет не о подготовке врачей и медицинского персонала. Проблема с техническим обеспечением медчастей. Вопрос этот взяли на контроль и пути его решения ищут совместно представители Совета Федерации и Госдумы, а также руководители регионов и ЗАТО. Мы намерены пройти до конца по этому пути, повысить эффективность лечебных учреждений, доказать Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Минздраву, что необходимо доукомплектовать современным медицинским оборудованием медсанчасти, поддержать работу врачей и среднего медперсонала. Вопрос обеспечения здоровья сегодня важный. Еще один вопрос, который лег в повестку совещания. Ряд льгот и социальных гарантий, которые сегодня не могут обеспечивать муниципалитеты. В Сарове, например, отменены бесплатные школьные завтраки и грантовая поддержка педагогам, льготы больным сахарным диабетом. По словам участников совещания, ограничение возможностей муниципалитетов в обеспечении мер социальной поддержки вызвано необходимостью навести порядок в сфере расходования бюджетных средств. Но тем не менее, всем очевидно, оставлять без поддержки тех, кто в этом нуждается, нельзя. Совместными усилиями мы найдем решение. Вряд ли оно будет касаться абсолютно всех групп населения. Скорее всего, будут соблюдены, пока нам не удастся изменить нормы и положения закона, а зато нам удастся обеспечить поддержку тех групп населения, повторюсь, которые реально нуждаются. Отсутствие собственных возможностей развития и создания новых точек роста экономики в условиях ограниченных земель – еще одна общая для всех зато проблема. И один из вариантов ее решения – создание ТАСЭР – территории, опережающего социально-экономического развития. Как двигаться в этом направлении, обсудили на совещании. Внесены предложения, которые войдут в проработку возможности внести изменения, как наделить органы муниципальной власти зато правом владения землей и управления землей, которое не задействовано монопрофильной деятельностью градообразующего предприятия, с тем, чтобы дать возможность более быстрого вхождения резидентов на эту территорию и начала своих деятельностей и формирования новой точки экономики. Все прозвучавшие на совещании предложения были зафиксированы. Члены комитета детально обсудят их на ближайших заседаниях.